Слава Богу за этот Божий дар. Даром Бог даёт спасение. Мы пели этот псалом, что даром дождик идёт на наши поля, и Бог посылает благословение. Сегодня мы слышали много. Но Слово Божие направляется сегодня именно на то, чтобы показать нам важность того, чтобы мы хранили себя, хранили своё сердце. Брат первый говорил именно о нашем разуме, о нашем сердце, что это есть что-то такое, что его нельзя повторить. Да, учёные, да, делают, компьютер сделали, что-то такое similar, да, похожее, но далеко не совершенное. Далеко не совершенный этот компьютер, и они постоянно его, как сказать, усовершенствуют. Да, и сейчас говорят уже, что iPhone 11 вышел, да, там уже другие, и за них большие деньги платят. И всё равно он несовершенный, да, всё равно он несовершенный, потому что iPhone 11 будет 12, 15, и ещё там другие. И люди стараются усовершенствовать. И я сегодня так слышал, и тоже хотел бы поделиться одной мыслью, и она тоже по этой самой теме, на эту самую тему. Я смотрю, что Бог как-то направляет нас, чтобы мы сосредоточились и научить нас чему-то. Один стих Священного Писания, хочу напомнить нам эту притчу, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Оказывается, больше всего хранимого, да, очень много у нас ценного в жизни, много есть ценностей, но Слово Божие говорит, что есть что-то, что мы должны беречь, что мы должны очень сильно хранить, над чем мы должны бодрствовать, да. Вот брат говорил о том, что во время Первой Церкви, Анания и Софира, да, вроде бы в них были добрые намерения, добрые были желания, многие это делали, продавали свое имение, приносили к ногам апостолов, жертвовали. И эти люди тоже вроде бы руководствовались хорошим мотивом, то есть хорошим желанием послужить Богу своим имением. И они вроде бы это сделали, но, оказывается, сердце не было совсем правым перед Богом, не было чистым. Там оказался какой-то грех, что-то там зародилось, то, что привело их к очень печальным последствиям. И, знаете, когда-то Иисусу Христу подошли люди, я прочитаю это место, это Матфея, 22 глава, с 35 стишка. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Этот законник, я думаю, он отлично знал закон, он и был законником, он изучал закон, проповедовал, учил закон. И он подошел к Иисусу, я думаю, искушая или испытывая, он задал этот вопрос. Говорит, какая самая первая, самая большая заповедь? И Иисус Христос сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою». И там в начале, когда мы читаем исход, там говорится, еще перед этим стоит, написано, что Господь Бог твой есть един Бог, «Един». Он един. Один. И это было народу израильскому очень важно сказать. Почему? Потому что они жили очень долгое время в Египте, больше 400 лет. Они там видели множество богов, они там видели множество поклонений разным богам. И Бог, когда давал им закон, Он сделал ударение на это, что Господь Бог твой есть един Бог. Един Бог. И ты должен служить Ему, единому Богу, любить Его, поклоняться Ему. Там обширно было сказано, «И да не будет у тебя другого Бога, ничего другого, да, чтобы ты не поклонялся другому». И Иисус Христос тоже сказал, что это самая, самая первая, самая большая заповедь, которая была дана народу израильскому. И она также сегодня обращается, и она данной нам эта заповедь, чтобы мы любили Господа всем сердцем, всей душою, всею крепостью, всеми силами и ближнего, как самого себя. Но я сегодня хотел бы обратить наше внимание, если мы читаем исход, где Бог давал закон народу израильскому, я хотел бы обратить внимание на самую последнюю заповедь, самую последнюю. Она написана самой последней, но я не думаю, что она не имеет такой важности, да, это, конечно, она не первая заповедь, первая, она самая большая, самая первая, самая важная. Но последняя заповедь, она также имеет очень, очень большое значение в жизни каждого из нас, и она как-то сочетается со всей темой, которая сегодня была сказана. Я ее прочитаю. Это последняя заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, и ничего, что у ближнего твоего. Не желай. Когда мы анализируем вот эти Божьи заповеди, да, это, ну, подобно, как вот семья, да, семья, молодая семья, или в среднем возрасте, если, если, например, муж и жена, они несовершенные, мы знаем, мы несовершенные все, мы можем чем-то быть, но иметь какие-то слабости, да, жена может, ну, или там не все так готовить, как другие, или еще где-то не успевать, но с этим можно жить, с этим можно как-то смеляться, да, но если нарушается самое важное условие, да, любить ближнего, то есть любить друг друга, быть верным, если приходит в семью измена, первая заповедь, нарушение первой заповеди, это подобно, как в семье происходит измена, как, как люди изменяют один другому, Господь Бог твой есть един Господь, и да не будет у тебя другого Бога, да, это первая заповедь, если она нарушается, значит, все остальное, оно нарушено, первая заповедь, она есть и нарушается, это то самое, что измена в семье, если мы нарушаем первую заповедь, если мы не любим Бога, если мы Его не почитаем, если у нас есть еще что-то, чему мы продаем большее, чем Богу, если у нас на первом месте что-то другое, это нарушение первой заповеди, и очень многие семьи терпят катастрофу, нарушая как раз вот эту заповедь, первую, люби ближнюю, как самого себя, то есть, если у нас есть что-то другое между нами, но я хотел бы обратить внимание именно на то, что последняя заповедь, она говорит, не пожелай, если все остальные заповеди, например, мы читаем вот там и пятая, шестая заповедь, седьмая, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложное свидетельство, это говорится уже о действии, да, человек украл, он сделал грех, человек убил, он сделал грех, он, произошло прелюбодействие, это совершенный грех, наговорил ложное свидетельство, это грех, это конкретный грех, но последняя десятая заповедь говорит о том, что этот грех, он совершается в мыслях, то есть в разуме происходит, этот грех рождается, эта десятая заповедь говорит о начале, о том, где зарождается грех, и она является очень важной, хотя она стоит самая последняя, но на мой взгляд, эта последняя заповедь, она имеет очень большое значение, отсюда все начинается, когда мы видим, считаем, для большего такого сравнения историю, мы все знаем эту историю, я не буду ее всю читать, напомню только о том, помните, когда Давид сделал очень большой грех, очень большой грех, мы все знаем этот грех, когда Давид согрешил с Версавией, это был очень большой и такой коварный грех, который Давид совершил, я сравниваю Давида с Саулом, Саул такого греха не совершил, да, он не совершил такого коварного греха, но Саул нарушил первую заповедь, Саул нарушил первую заповедь, он отверг Бога, он не послушался ему, он не любил его всем сердцем так, как полюбил его Давид, и эту первую заповедь он нарушил, и написано Бог отверг, Саул говорит, Бог отверг тебя, Бог отверг тебя, потому что ты нарушил первую заповедь, ты не послушал Бога, ты пренебрег Богом, и мы знаем, когда у Саула была большая проблема, когда Бог не отвечал, он пошел к волшебнице, он изменил Бога на волшебницу, он пошел вопрошать Божество Коронское, он нарушил, и мы видим, что он погиб, но здесь Давид, мы видим историю, и как этот грек развивался, написано, что через год, в то время, когда выходят цари, в походы Давид послал Иава с людьми, они там воевали, и написано, однажды под вечер Давид встал с постели и прогуливался на кровле царского дома, я думаю, что он не разу это делал, он не разу выходил на кровлю своего дома, прогуливался, смотрел, и в этом не было греха, в этом не было греха, что Давид вышел на кровлю и там прогуливался, но здесь написано, что он увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива, и вот когда он увидел эту женщину, и это тоже не была проблема, на мой взгляд, что он увидел ее, это не была проблема, и там Давид написано, он послал, чтобы разведать, кто эта женщина, ему донесли, и сказали, ясно, это Версавия, у нее есть муж, у нее есть муж, такой-то, такой-то, Урия, она замужем, и этот человек, он очень верный, он там воюет вместе с Иавом, и он боится Бога, это хороший человек, и вроде бы получив эту информацию, Давид должен был свои мысли, свои эмоции на тормоза поставить, да, он должен был понять, что Давид, стап, это не твое, Давид, остановись, но почему-то мысли Давида, они дальше пошли, и он нарушает вот эту заповедь, он знал хорошо закон Божий, он знал эту заповедь, не пожелай, но он был ослепленный и он в своем сердце пожелал, он пожелал этого, несмотря на то, что он знал, что он не имеет права на это, он не имеет права на это, он должен был сразу сойти из кровли, и все бы остановилось, но Давид допустил свое сердце, этот вирус, как от вируса приходит компьютер, да, и он там делает не то, что надо, делает месс, а так в голове Давида этот грех, он поселился, и он стал работать на разрушение его, он стал работать на то, чтобы Давида привести в этот грех, и мы видим, что впоследствии вот это пожелание, нарушение этой последней заповеди, десятой, привели Давида к чему? К нарушению остальных заповедей, не убей, не пролюбодействуй, не кради, вот эти все заповеди, они нарушились Давидом из-за того, что он нарушил одну последнюю заповедь, не пожелай, не пожелай в сердце твоем, да, этот грех, он зародился там на крови, на крови, когда еще ничто не было сделано, Иисус Христос говорит на горной проповеди, говорит, вы слышали, что сказано древним, да, не пролюбодействуй, говорит, а я говорю вам, кто посмотрит уже с возделением, тот уже совершил грех, тот уже произвел грех, остается только время, да, придет только время, и этот грех, он будет совершенным, и мы знаем очень большую печальную последствию, то есть, что произошло после этого, Давид, конечно, впал в этот грех, и впоследствии потянулась целая цепочка вот этих грехов, он, когда узнал, что эта жена забеременела, он вызывает урия, он хотел замести свои грехи, оказалось, этот человек был верный и честный и стойкий, Давид несколько попыток делает, один раз говорит, иди спать в свой дом, хотел все эти грехи спрятать, но этот человек оказался не таким, он второй раз его вызывает, напоил его сильно, думает, что это, может быть, подействует на него, но этот человек остался верным, и мы видим, Давид идет на очень коварный грех, на убийство, и он убивает этого человека, и, знаете, я хочу сказать, что, именно обратить наше внимание, что этот грех, эти все грехи, которые сделал Давид, они взяли свое начало с пожелания, с пожелания, этот грех появился в сердце, не пожелай, не пожелай, второй подобный случай, подобный этому, где написано не пожелай ничего, что у ближнего твоего, это история, которая произошла с Ахавом, помните, да, когда Ахав, он, видать, ходил и увидел, в одного человека был прекрасный виноградник, этот человек, наверное, был очень хорошим хозяином, и многие наши жены, они пытаются сделать огород, да, возле дома, чтобы было красиво дома, чтобы было прекрасно все, и вот Ахав увидел у него виноградник очень ухоженный, очень красивый, очень такой привлекательный, он обратил на него внимание, я думаю, если бы этот участок возле него был с заросшим бурлянами, он бы, наверное, не обратил на него внимания, на этот участок, но он увидел, что этот виноградник был прекрасный, и он пожелал иметь этот виноградник на вуфея, чтобы этот виноградник был его, и он и он мы видим, что это желание в него такое было сильное, что он идет к этому хозяину, идет с таким, с таким, с такой уверенностью, что он ему не откажет, он идет и ему предлагает, говорит, я хочу, чтобы ты отдал мне вот этот виноградник, он возле меня близко, мне удобно будет, я его выкорчую и сделаю там овощной сад, но мы знаем, что ему ответил на вуфей, он сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследие отцов моих, и эти слова, они дали знак этому человеку, царю, хотя он был царь, на вуфею он очень был смелый человек, он сказал ему нет, как мы слышали сегодня, было сказано, один человек Богу сказал нет, да, так этот человек царю сказал нет, говорит, не будет этого, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследие отцов моих тебе, но мы видим, что это пожелание Ахава, оно было такое сильное, он пришел домой, очень расстроенный, не захотел даже кушать, такой расстроенный был, развернулся к стене и очень печальный был, и жена его пришла и говорит, что с тобой случилось, что ты даже кушать не хочешь, и он объяснил ситуацию, мне понравился этот виноградник, я хочу его иметь, но, говорит, он мне так и так сказал, и она говорит, будь спокоен, иди, ешь, спи, все, я тебе доставлю виноградник, знаете, они, жены бывают очень способны в этом, и она делает свое дело коварное руками, то есть под именем Ахава, царя, написала письмо, скрепила его печатью, отправила начальникам этого города, говорит, вот так, вот так, сделайте, и мы видим, что они так сделали, и так же само произошло убийство, вот этот грех, который вошел в этого человека, это сильное пожелание, оно привело его к этим последствиям, на Уфе было оклеветан, было лжесвидетельство, нарушена заповедь, не клевещи, да не произноси ложное свидетельство, не убей, нарушена эта заповедь, человека убили, оклеветали, убили, и этот виноградник он забрал себе, но, конечно, он не успел порадоваться, как Бог послал пророка Божьего Илью, Илью, и он вынес ему приговор, говорит, за то, что ты это сделал, твою кровь будет псы лизать на этом поле, и жену твою псы съедят, это был приговор Божий, я хотел бы сегодня обратить наше внимание на то, что мы должны бодствовать в нашей жизни, в наших мыслях, в наших пожеланиях, очень часто мы грешим вот именно нашими мыслями, когда мы видим что-то у ближнего, да, в него машина лучшая, в него дом лучший, в него еще что-то, если в наше сердце приходят какие-то пожелания, типа зависти, да, это есть начало уже греха, это есть уже начало того порока, который приходит в нашу жизнь, в наше сердце, и там он начинается, поэтому я хочу сказать, что эта последняя заповедь, она очень важна, в жизни каждого человека, чтобы мы проверяли себя, проверили себя, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего, не желай, не пожелай, то есть, ты должен понимать, что это грех, И если дьявол, дьявол очень часто посылает такие мысли, он посылает всякие пожелания, но мы должны понимать, что это начало греха. Пускай Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы в жизни нашей нам понимать, что от этого зависит наша жизнь. Как притча я читал, что больше всего хранимого храни сердце твое, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что от него источники жизни. И я как-то слышал, один брат говорил, он был на одной большой конференции здесь в Америке, и там выступали многие служители больших церквей на разные вопросы. И вот одна тема была, задавалась служителям больших церквей, именно о том, как вы относитесь к таким людям, которые гомосексуалисты в ваших церквях, бывают они. И многие посты больших мега церквей говорили, что мы с ними работаем, мы проводим консультацию, мы говорим, что вас тоже Бог любит. И вот, что Бог тоже хочет вас спасти, Бог любит вас. И говорит, этот брат, мне задали вопрос, обратился один европейский пастырь ко мне, и говорит, как вы к этому относитесь? А он говорит, ну, я там был, я говорю, не знаю, когда же попал туда, там все такие видные служители, я среди них. И говорит, мне Бог Духом Святым положил, и я говорю, мы с них изгоняем бесов. И они, говорит, такие были, ну, как это так, ну, как так резко, так мы не можем резко, ну, надо как-то лояльно, надо как-то с ними говорить. И так один встал, говорит, пастыр, говорит, ты что, думаешь, что за каждым грехом стоит демон? Он говорит, так само, как за каждым помидором стоит фермер, так за каждым грехом стоит бес. И говорит, и мы с них изгоняем бесы. И говорит, был один с Африки, обнял меня, говорит, брат, говорит, мы тоже с них бесов изгоняем, говорит, это, говорит. И потом я что хотел сказать, после этого, говорит, прекратите это, говорит, сейчас выйдет профессор по разуму, по мозгу. И мы сегодня говорили тоже об мозге человека, как большой компьютер, да. И вот этот человек вышел и говорит, такое, как бы, исследование, говорит, я много лет работаю над исследованием мозга человека. И, говорит, мы пришли к такому познанию и выводу, что люди такими не рождаются. Люди не рождаются такими, как вот многие говорят, что люди такими рождаются. Люди такими не рождаются. Все зависит, какая информация заложена в разум человека. Говорит, забери эту информацию, которая вложена, и человек стает нормальным. Говорит, все зависит, какая информация влагается в разум человека. И поэтому сегодня вот эти люди извращенные, они стараются в разум детей влаживать эту информацию, они знают, что эта информация, она их испортит, преобразит их разум, их немышление. И этот доктор, профессор говорит, вы, может, хотите спросить, откуда я это знаю? Говорит, я 30 лет был таким гомосексуалистом. Но, говорит, Бог меня очень чудесным образом освободил. Бог освободил мой разум. Бог преобразил меня. Бог поменял мои мысли. Бог поменял меня полностью. И теперь, говорит, я свободен. Я свободен. И я знаю, что Бог только один, единственный, который может освобождать человека. Он единственный, который может преображать мысли человека. Он тот, который может дать свободу человека. И если человек связанный каким-то грехом, то ли гомосексуалист, то ли пьянство, то ли наркотики, это все приходит в его разум. Это все начинается в его мыслях. Это все начинается с того, какие мысли в человека приходят. Именно от этого начала, где зарождается грех, происходят вот эти последствия, братья и сестры. И поэтому очень важно, чтобы мы контролировали наше сердце, наши мысли, наше познание, наши чувства. От этого зависит наше служение, наше хождение перед Богом. И апостол Павел говорит, говорит такое слово, я дословно не помню, говорит, разве вы не знаете, что неправедные царство Божие не наследует? И там перечисляется, там ни блудники, ни малакки, ни убийцы, ни мужеложники, ни воры, ни пьяницы, ни лихоимцы, царство Божие не наследует. И что там говорит? И такие мы были, некоторые из вас, но мылись, осветились, очистились кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Слава Богу! Поэтому, братья и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили внимание именно на то, что всякий порог, всякий грех, он начинается в нашем сердце, он зарождается внутри, зарождается в наших мыслях, в наших чувствах, в нашем сердце. И потом он приходит в действие. Пускай Бог благословит нас. Сегодня мы много слышали о нашем сердце, о нашем хождении, о том, что мы должны больше всего хранимого, смотреть за своим сердцем, смотреть, нет ли там какого горького кормя, горького зародыша, который поселился и который обязательно взойдет. Любое семья, которое посеяно, хотим ли мы того или не хотим, придет время, оно взойдет. Я думаю, вы знаете, когда мы с огородами работаем, вроде бы все спахали, вроде бы все чисто посадили. Проходит время, еще не успел вырасти то, что мы посадили, как уже бурьян повыходил. Да, оно все уже взошло, все зелено. Почему? Семя там есть. Там посеянное семя, там семя есть. И оно обязательно вырастет, обязательно взойдет. Поэтому пускай Бог благословит наши сердца, чтобы нам хранить их, чтобы туда не было ничего посеяно, того, что мы не хотели бы, чтобы оно выросло.